Я влюблён, я очарован, словом, я огончарован. Сверпастая, молоткастая. Хотела, кстати, тоже вспомнить шлепохвостница, слепандас. Чем же они отличаются? И головотяпство, и благоглупость мы ещё можем употребить. Действительно было популярно. Здравствуйте, это программа о русском языке. Я Ирина Сафронова. И сегодня будем говорить о том, как появляются в нашем русском языке слова, откуда они берутся, как вообще появляется человеческая речь. Конечно, она складывалась тысячелетиями, но иногда слова придумывают специально. Например, писатели или поэты. Вот об этом поговорим сегодня с моей собеседницей. Это заведующая кафедрой русского языка и литературы Поволжской академии образования и искусств имени святителя Алексея Анастасия Владимировна Трофимова. Анастасия Владимировна, здравствуйте. Добрый день. Есть ли для таких слов какой-то специальный термин? Как эти слова называются и как часто мы пользуемся ими в своей повседневной речи? Термин такой действительно есть. И в научной терминологии такие слова называют оказионализмами. Но у них множество занятных синонимов. Так их только не называли. И слова однодневки, и слова самоделки, и слова метеоры, и индивидуально авторские образования и эгологизмы. В широком смысле мы понимаем оказионализм как разновидность неологизмов, новых слов. Чем же они отличаются? Оказионализмы действительно, как правило, имеют конкретного автора, во-первых. А во-вторых, они создаются под конкретную речевую ситуацию. А значит, употребляются и живут в определенном контексте. Поэтому, конечно, наши речи, мы их используем относительно так нечасто. Хотя есть исключения. Есть оказионализмы, которые приживаются. Ну и здесь в качестве примера неприжившегося, но такого настоящего оказионализма хочется привести слова Александра Сергеевича Пушкина. Я влюблен, я очарован. Словом, я огончарован. 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 Да, быть таким оказионализмом. Понятно. Я предлагаю пойти, так сказать, по цепочке времени, начать со слов, которые появились довольно-таки давно в нашем языке. Ну вот, давайте начнем с Ломоносова. Я знаю, что очень много слов в русский язык пришло благодаря его научной деятельности. Эти слова действительно в основном связаны с наукой. Например, он придумал такие слова, как градусник, горизонт. И мы чувствуем, что в этих словах есть греческие или латинские корни, да? Но также есть такие слова, как равновесие или вещество. Это тоже придумал Ломоносов, оказывается. Какие еще примеры здесь можно привести? Ну вот, говоря об этом времени, нельзя не вспомнить и поэта, и ученого Василия Тредиаковского. Почему? Потому что именно ему мы обязаны прекрасным словом искусства. Мы не задумываемся, но именно он вводит его в широкий такой оборот, начинает активно употреблять. И это слово тоже восходит к славянскому корню. И вот искусство, так же, как и ямб и хорей, приходит к нам от Тредиаковского. Когда-то это был оказанализм, а теперь мы в своей жизни без искусства, без этого слова, представить просто не можем. А славянский корень это какой? Искус, как говорят, да? То есть это такой не очень-то приятный получается, да, оттенок? Или как? Искус, искушение? Ну, понятно, да, что здесь общее есть в корне, ну, искушение, да, какой-то такой красотой, чем-то таким необыкновенным. Да, здесь это присутствует, такая семантика. Также слова достоверные, громогласные, гласность, вот тоже принадлежат именно Тредиаковскому и многие другие, которые, в общем-то, мы активно употребляем. А что придумали наши литературные классики? Я вот знаю, что Федор Михайлович Достоевский очень гордился сам придуманным им словом «стушеваться». Это слово, которым мы действительно пользуемся до сих пор. Но в то же время он придумал и многие других слов, которые в нашей речи не прижились. Вот я приведу примеры «шлепохвостница», «окраинец», «слепандас», «все человеки». То есть он занимался, видимо, специально таким вот, ему это было интересно придумывать новые слова. Хорошо, вот здесь также будет уместно вспомнить Салтыкову Щедрина с тем же сам как прижившимися, так и не прижившимися словами. Головотяпство и благоглупость мы еще можем употребить, хотя относительно редко все-таки. Какие еще слова придумали наши писатели? Ну, здесь можно вспомнить Василия Андреевича Жуковского. Я не скажу, что активно мы, конечно, употребляем, но, например, формы шутливые «ан мама», «ан папа» на манер французских активно употреблялись в императорской семье Николая II. А появились они с легкой руки Жуковского. Или такое слово «бедоносец». Это тоже Жуковский. И, в общем-то, помимо этого, Жуковский был настоящим мастером таких составных эпитетов, например, «безмолвно плачущий» или «бесприютно пустынный», «бездомно бродящий», «безнадежно терпеливый». Ну, в общем-то, не сказать, что мы их, конечно, с вами часто употребляем, но их хочется как-то отметить. Они такие литературные, да, повседневные речи, вряд ли мы будем ими пользоваться. А вот хотела, кстати, тоже вспомнить, если не о литературных, не о таких красивых, Николай Семенович Лесков вводил множество слов, и многие из них были тоже такие ироничные. Ну, например, «померсикать» от слова «мерси» или «подзакониться», когда говорил о том, что узаконить отношения, и слово «о европейца» – такой вот глагол, который, в общем-то, иногда все-таки у нас всплывает в речи, ну и может быть сейчас признан довольно актуальным. Что касается словотворчества и наших литераторов, очень много нам подарил, скажем, XX век. Прежде всего, наши поэты-футуристы. Вообще, после революции 1917 года с нашим языком что-то невероятное происходило. В то время появилось очень много таких вот искусственно созданных слов, очень много пользовались аббревиатурами. Но давайте сначала поговорим вот именно о поэтах, о футуристах, о Маяковском, о Хлебникове. Это вот их прям вот любимое было занятие. Что они нам насочиняли? Итак, ну вообще нужно сказать, да, Серебряный век, он по природе своей, ну такой был очень плодотворной почвой для создания оказионализма. В новое время под шапкой Серебряного века, да, у нас было множество различных направлений и течений. Ну, самый известный среди них это как раз символизм, акмеизм и футуризм, уже здесь упомянутый. И новые поэты и писатели отказывались от того, что было раньше, искали новые формы, да, и в литературе верческом, и, в общем-то, в таком языковом ключе. Поэтому словотворчество, если мы говорим про футуристов, создание такого особого даже языка, который назывался заум, действительно было популярным. Но с футуристов, наверное, нужно начать по праву, потому что действительно здесь было множество оказионализмов разных по характеру. Вспоминали вы уже Велимира Хлебникова, он был таким мастером фонетических оказионализмов. Здесь, конечно, хочется вспомнить, да, бабы обе пелись, губы и так далее. То есть здесь вот мы видим такую игру со звуком, с цветом, который создает образ. Так на холсте каких-то соответствий, непритяжении жило лицо здесь у нас. Ну, нельзя не вспомнить Маяковского. У него множество тоже оказионализмов, но из тех, которые мне лично нравятся, это, например, сливеют губы с холода, да, имеется в виду, что меняют цвет. И самое любимое у меня, это из облака в штанах, любёночек, да. Про такое зарождающееся чувство говорится любёночек, который боится автомобильных гудков, любит звоночки коночек. Так нежно вот сказано об этом. Да, многие считают Маяковского таким громогласным поэтом, а вот если почитать внимательно, там замечательная лирика у него тоже есть. Да, есть разные произведения, но на футуристах словотворчество не заканчивается ни в коем случае. И, в общем-то, конечно, мы видим это в творчестве многих поэтов. И, наверное, одним из самых ярких представителей здесь будет Марина Ивановна Цветаева. И она активно использует тоже казионализмы совершенно разные по характеру. Да, играет с грамматическими категориями, создаёт новые слова. И здесь мне хотелось бы привести её строчки из поэмы конца. Нет, не наклонюсь, услышишь. Всеутолительницы жажд, держусь, как край крыши. Ну вот, всеутолительница, да, такое красивое литературное слово, ну, в общем-то, собственно, цветаевское. Или можно вспомнить такой глагол взаимоокрылица Бориса Пастернака. Тоже, мне кажется, очень красивый. Говоря о Маяковском, хочется сказать ещё одно слово, которое мы пользуемся до сих пор. Это слово обозначает наш паспорт. Серпаста Молоткасты. Но сейчас он уже другой, не Серпаста Молоткасты. В советское время очень часто пользовались. Итак, возвращаясь к началу XX века и неологизмом, и аббревиатурам. Вот этому саму новоязу, который тогда появился. И вот обырвалк. Слово яркое, которое булгаковское. Обырвалк. Это был сплошной обырвалк. Тарксин, продоразвёрстка. Это вот всё слова того времени. А кроме того, имена... Вот, кстати, возвращаясь к Тарксину, Тарксин торговли с иностранцами расшифровывается. Не все, может быть, это знают. А имена какие? Вот эти все сокращённые от Владимира Ленина. Владилен, Владлен, Лори Керрик. Ленин, Октябрьская революция, индустриализация, коллективизация, электрификация. Все, в общем, это слово они включили. Многостаночники, передовики. Это вот всё новые слова, которые мы уже не воспринимаем. Они уже близко к нам, как искусственно созданы. Казалось, что они были всегда, а они появились именно в то время. Космонавт. Это уже 60-е годы. Это всё того же рода слова, неологизмы. Но это неологизм. Или их можно как-то по-другому. Они отличаются по способу образования. Ну, собственно, мы можем сказать про имена, что это имена неологизма. И новые слова. Опять же, по-разному они создавались. Но это всё в широком смысле мы называем неологизмами. Мы уже как-то говорили о том, что много новых слов приходит в наш русский язык с развитием технологий. В том числе это не только технический термин, но, например, такое понятие, как инфо-цыгане. В последнее время появилось. Ну, как пример. Рождает ли наше время слова, связанные с нашими эмоциями, чувствами, с каким-то нематериальным миром, с духовным миром? Появляются ли такие неологизмы сейчас? Ну, их на самом деле действительно гораздо меньше. Вот я так посмотрела на скидку, да, какие это слова и где они встречаются. То есть если мы говорим, например, про язык средств массовой информации, ну, обозначающих чувства казинализмов, практически нет, мы их не видим. А вот в художественной речи, в стихотворениях современных поэтов что-то все-таки есть, да, и что-то даже заслуживает внимания. И вот здесь мне хотелось привести слова тоже современного поэта, обозначающие одиночество. Вот для того, чтобы показать, видимо, такую крайнюю степень, автор использует «я однее всех, кто лежит застегнут холодом на улице». То есть эта форма однее, которой нет у нас в русском языке, показывает, что я самый-самый одинокий. Да, или для того, чтобы показать вот такую тревогу или душевную боль, используется тоже форма «сверлицо», ну, от «сверло». Вот бы разом выдернуть эти сверла, сто одно проклятое «сверлицо». Ну, это все обозначает чувство, притом так достаточно ярко это делает, на мой взгляд. Ну, понятно, видимо, стихия, словообразование, это все-таки принадлежит поэтам, литераторам, да, как это было всегда. Сложно сказать, но в плане, что средства массовой информации у нас выдумывают множество оказионализмов. Да, но только вот сфера чувств все больше принадлежит действительно поэтам и писателям, и современным в том числе. Спасибо вам большое за этот разговор. Думаю, будет интересно, будут люди обращать теперь внимание на то, откуда появляются слова. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо доброго. Субтитры подогнал «Симон»